Сегодня у нас 15 ноября 2016 года, канал Артур Готов, программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир, вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 354 дня. Причем мы вот повторяем, вот это все уже сказали один раз, но почему-то эфир не пошел. Вот загрузились через другой сервер, и вот мы здесь. И вот мы здесь, ура, работаем, пишут, здравствуйте. Ну, слава богу, ты видишь, даже на YouTube бывает проруха. Так что это не мы виноваты, только один сервер YouTube почему-то сегодня не потянул нас. Наверное, слишком мы тяжелые. Тут писали до этого, что Люкаев нашел дно. Наверное, сегодня мы об этом поговорили. У Люкаев наш, пишут. Это, наверное, из тюрьмы. Наши смотрят в тюрьму. Наверное, оттуда пишут. А в Саратове звук не очень пишут. Славу тянет на родину. Всех тянет на родину, конечно. Нормально, нормально. Не-не-не, там я понял. Че-че-то. Полтора децибела. Полтора децибела. Так. Вали. Оп. Во. Раз. Нормально. Все. Вот теперь будет хорошо. Ну, по крайней мере, должно быть. Надеемся на это. Серегу слышно лучше. Так, все. Вот масса дураков вокруг. Некоторые иногда просто веселят нас. Некоторые пугают. Вот удивительно. Шар вот этот скатился. Вот. Который на улице Волосской поставили для красоты. И казалось бы, ну, если шары катятся, которые для красоты сделаны, то и могут людей задавить. По крайней мере, машину разбили. То, ну, не надо вам ничего, ребята, делать такое опасное. Как вы думаете, что предложил тут вот нынешний глава Саратова? Открыть огромный каток на Волге. Я помню, я провалился как-то под лед. Как раз в том месте, где он хочет открыть каток. А где он хочет открыть? Ну, на Волге против новой набережной. Представляешь, там течение 7 километров в час. То есть, если кто-то провалится, шансов нет никаких. Я чудом выскребся. Просто чудом. А так как тут говняевки в Волгу выливаются, то там все время будет подтаивать. Это просто жесть, конечно. Вот чего в башке у этого человека? Я не знаю. Ну, наверное, столько же, сколько у Радаева. А может и меньше. Вот тот решил каждую копейку экономить. Выступил. Вы все следите за федеральной повесткой. На прошлой неделе президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, где характеризовал ситуацию в отечественной экономике как стабильную и так далее. В общем, то есть, нужно экономический рост стимулировать. И все это Радаев произносил вот с таким лицом. Я вот всегда спрашиваю, ну, мне только он одному кажется таким смешным. Или вот это официальные фотографии. Я не беру никаких смешных, которые сделаны вне официоза. Это вот официальные фотографии. Это вот та фотография, которую официально повесили наши СМИ. И вот это все он с таким лицом говорил, обхохочется, честное слово. Я думаю, со временем будут брать какие-то кусочки и из этого в будущем делать всякие смешные фильмы. Вот, возбуждено дело о пожаре. А, вот, забыл. Я спасибо хотел сказать Станиславу из Бостона за помощь. И, в общем-то, тот сайт, который вы сделали, мы, конечно, воспользуемся. Я думаю, что сейчас вот этот сайт у нас заблокируют прямо в ближайшее время, которое открыли. И мы перекинемся на тот, ну, перекинем сайт на то доменное имя, которое вы нам зарегистрировали, да, предоставили. Вот. И, значит, да, вот продолжаются пожары. Мать и пять детей погибли в Тверской области. А взрослый мужчина, я так понимаю, отец получил ожоги и в больнице находится. Потрясающая ситуация. Я говорю, вся Россия горит, скоро выгорит, вся, и ничего никто не делает. Вот хотя бы даже вот Вов вышел, просто чего-то бы сказал там. Ну, просто слова какие-то сказал. Ничего можно даже не делать. Слова какие-то. Но он же даже этого не делает. Даже слов не говорит. Представляете, какая потрясающая ситуация. То есть вообще пофиг. Я говорю, там день за днем падали ворота футбольные, хоккейные, убивали детей. То есть пока мы не вмешались, пока уже кричать не стали во все горло, никто ничего не предпринимал. Сейчас вот дома эти каждый день горят. В Самаре из горящего дома эвакуировали 21 человека, двухэтажный деревянный дом. Из них давным-давно отселять всех надо из двухэтажных деревянных домов. Даже если огнебиозащиту сделать, не спасти. Потому что там внутри опилки набиты. Ну, это, наверное, тот дом, такой дом, который делали немцы. Еще вот у нас весь заводской район. Это военнопленные делали. То есть с двух сторон доски, внутрь засыпаны опилки. Все это жутко горит. Там уже это фактически взрывоопасная смесь. Она даже не просто горит, она взрывается. Никто ничего не делал. В Подмосковье два человека погибли на пожаре. Вот проверку следственный комитет начал. Ну, давайте, ребята. Под Саратовом на пожаре вздохнул супружеская пара. Ночью в Красном Куте. Тоже там такой же домишко. Двухэтажный, тоже деревянный. На Среднем Урале автомобильный дрифт по льду реки закончился трагедией. Ну, вот мы неоднократно говорили, что автомобилистов предупреждали об опасной скорости на льду. Но почему-то МЧС упорствует и не говорит о том, какая опасная скорость на льду. Она 55 километров в час. Ну, вы хоть говорите людям, если они ездят по льду, то пусть хоть скорость держат или выше, а лучше меньше 55 километров в час. Потому что это как раз та скорость, которая вызывает резонанс. Волна отражается от одна. И, в конце концов, любой толщины лед расколется, если двигается колонна на этой скорости или несколько машин. Да даже одна машина, она расколет очень толстый лед. Поэтому лучше этого не делать. Вот такая фотография жуткая. Когда машина начала тонуть, те, кто там сидел, выскочили. А я понимаю, водитель, наверное, он или кто. Но, в общем-то, один пьяный человек не успел выскочить. Машина провалилась под лед. А в этом состоянии из нее выскакивает бестолку. Нужно понимать, что если лед не по всей, так сказать, поверхности лопается, а только под мордой или задними колесами, если под передними или задними, то она ныряет либо мордой туда, либо задницей. И тогда вылезти из нее невозможно. Вот торчит багажник, как ты вылезешь. Заднее стекло ты навряд ли сможешь выбить. А особенно страшно, когда гибнут грузовые машины, потому что вообще шанса нет. Едет машина, проваливаются передние колеса, она уходит под воду, а этот кузов застревает. И полностью полынья перекрыта. Даже если ты вылезешь из машины, тебе выныривать некуда. То есть над тобой лед и машина. Все. Привет семье это называется. Поэтому, конечно, нужно иметь в виду такие вещи. Если я не призываю не ездить по льду, я понимаю, что в России это невозможно не ездить по льду. Масса мест, куда можно только по льду добраться. Но нужно иметь в виду, что всякие приспособления, чтобы выбраться из машины в случае чего. Пишет Улюкаев. Поговорим про Улюкаеву. Ну что ж, мы забудем про Улюкаеву, что ли? Конечно нет. Закончили такие, блин, про Улюкаева ничего не знаю. В Подмосковье полицейские застрелили собаку, напавшую на ребенка. Странная совершенно ситуация. Ребенок напал на... То есть собак напал на ребенка, вызвали полицию. Приехала полиция, застрелила эту собаку. То есть я представляю, через сколько приехала полиция. И если собака все продолжала нападать на ребенка, то, ну, в общем, он бы погиб тогда, конечно. То есть я понимаю так, что собака уже давным-давно не нападала на ребенка. Собаку застрелили. Какой смысл? Если она покусила ребенка, то ее надо было наблюдать, а не стрелять. Сейчас его по полной программе исколят, этого ребенка. Так бы ему сделали сейчас сколько? Один укол делают, да, потом наблюдают за животным. Или два, я там уж не знаю, сейчас новые эти антиарабические, дорогущие вакцины. Поэтому посмотрим. Саратовский бизнесмен выстрелил в прохожего в Мирном переулке. Хорошее название. Мирный переулок, конечно. Мирный переулок. В нем стреляли. Опять стреляли в Мирном переулке. Как раз Лома в Мирном переулке затолкали в машину и на Кумыску увезли. Спецслужба российская и так далее. О чем есть хорошая статья. Едом дозайна. Каждому свое. Ну, моя статья. Вот. В Ивановской области застрелился мужчин после попытки ограбить аптеку. Тоже потрясающая ситуация. Представляешь, мужик зашел, направил на женщину-фармацевта оружие, травматический пистолет. Потребовал деньги. Она начала ему препятствовать. Он в нее выстрелил. Я понимаю, так попал в предплечье. Потом он выскочил на улицу. Она побежала за ним. Приехала полиция. Она его преследовала. В том числе и полиция. Он понял, что он убежать не сможет. И застрелился насмерть. Можешь себе представить. То есть, вот, женщина получила ранение, могла бы быть убита. Мужик труп. Другой вариант. Он зашел с пистолетом, сказал, дай деньги. Да на. Ну, взял деньги, пошел. Чего бы его потом не поймали. Да даже если бы его потом не поймали. И что там. Из-за этих десяти копеек. Женщина рисковала своей жизнью. И преступник, ну, каким бы он ни был, он все равно человек. В результате он на том свете. Я думаю, что не стоит геройствовать. Тем более, вот, в таких ситуациях. Так, вот, нам тут письма пишут. Читаю письмо. Дядь Слава, ура. С вашей помощью Евгений нам нашел лекарство. Денег, говорит, не надо. Перечислять с превеликим удовольствием. Дай Бог вам всем здоровья. 5-й, 11-й, 17-й, мы победим. Денег, говорит, не надо. Перечислять деньги. Нужно подготовку. Не надо, надо подготовку. Вы их оставьте, деньги, на лекарства. Сейчас мы вам нашли, еще там найдем. Но потом, в конце концов, все равно ребенка надо будет лечить. Не надо, не перечисляйте. Вы ребеночка лечите. Это ваша сейчас задача. Вылечить, если это возможно. Если невозможно вылечить совсем, то хоть поддерживать в нормальном состоянии. На юге Москвы ранили гражданина Китая. Не повезло, гражданин Китая. Ты представляешь себе ситуация какая? То есть, приехал в Москву, да, тут с кем-то повздорил в дорожной разборке и ранен. Получил ранение из травматического пистолета. Я не знаю, как уж у них там в Китае, да. Но у нас китайцам будет трудно, если они не знают, как правил российского дорожного движения. Что здесь нужно, в общем-то, еще и за себя постоять. И, в общем-то, лишний раз под пулей не лезть. В Саратове задержан бомж, убивший мужчину пять лет назад. Я думаю, что если задержать всех бомжей, которые в Саратове, то можно раскрыть все убийства в России. Каждый может взять по десять на себя совершенно свободно. Вот представь, пять лет назад кто-то убил мужчину, да. Потом это дело приостанавливали за нерозыском. Потом его вновь возбудили. Отменили, вернее, постановление, да. И в результате тут же появился бомж, который тут же сознался в этом преступлении зловечий. Странная какая ситуация. Но мне это напоминает определенные вещи, в общем-то, связанные с тем, что не хотят, чтобы были висеки. Поэтому можно на любого бомжа. Теперь, пишет, он не бомж, да. Теперь у него есть постоянное место жительства. На стройке зенит-арены обнаружили труп гражданина КНДР. Да, вот стоило ехать. Представляешь, гражданин КНДР как кайфовал здесь вот в России, что он там не в Кимчин-Инии живет. Тут свобода такая. Вот чем обернулась свобода. Сейчас какой-нибудь Праханов выступит, скажет, вот видите, в Кимчин-Инии там гораздо лучше. Там вообще все правильно. Свистнули, проснулся. Свистнули два раза, уснул. Там или на обед, вернее, сходил три раза, сходил на уши. Четыре раза отбой, да. И все нормально. А тут, видишь, надо как-то самостоятельно. И на этой зенит-арене, я думаю, еще мы много геморроя увидим. Мы говорим, что это какое-то такое злосчастное место. И трупы будут, и что хочешь. То есть, это очень жуткое местечко. Да. В Канаде пассажирский самолет едва не столкнулся с беспилотником. Ну, это мы тоже будем еще очень много видеть. В общем-то, в конце концов, регламентировано это будет не какими-то там документами, законами и так далее. А, скорее всего, это будет технически. То есть, пора придумывать систему, которая сейчас называется система предупреждения об опасном сближении самолетов в воздухе. А она должна быть гораздо проще, и это должна быть система предупреждений вообще о сближении всего, что летает в воздухе. То есть, это и дроны, и вертолеты, и самолеты, и змеи, что хочешь, и зонды. Потому что в воздухе становится тесно. А раз так, значит, должна быть выработана система, которая воспрепятствует авариям. Пора заниматься, в общем-то, я думаю, какие-нибудь гуглы, там, Эппл и Майкрософт, кто угодно, могут взять это на себя и на ближайшие много лет обеспечить себе нормальный бизнес. Задержан глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Да, у Улюкаеву задержали, и говорят, там он вымогал деньги за то, чтобы дать разрешение на приватизацию башнефти. Вообще полный маразм. Потому что от его слова там вообще ничего не зависело. Он там должен или не должен был что-то подписать, какие-то бумажки. В общем, я так понимаю, что это, знаешь, как очень похоже на у кого, у Шалама, у кого я читал, я уж не помню, когда зэк, не зэк, но в смысле у Урка, говорит политическому заключенному, там, говорит, дай этот роботу. Ну, это, как она, слух, телогрейщику. А тот даже не отказал, он что-то вот замедлился, не быстро дал, раз ножом сразу и все. Вот так и здесь, понимаешь, то есть это путинский бизнес. Украли башнефть, да, украли Роснефть, украли башнефть. Хотят украденное объединить и украсть снова. А тут какой-то Улюкаев, который тем более позволяет себе либеральные какие-то высказывания. Представляете, что он же иногда говорил такие вещи, что вот вроде я как не с ними. Мы же это даже комментировали неоднократно. И он там что-то наговорил такое, да. Ну, я думаю, что путинские дружки показали, что те люди, которые думают, что здесь система госкапитализма, они ошибаются. Это не система госкапитализма, это феодальная система, путинская феодальная система. И в этой, в общем-то, феодальной системе существует процедура кормления. И вот эта процедура кормления, она очень четко регламентируется, в общем-то, желанием Путина и его друзей. Может быть, там нет никакого закона, но, в общем-то, есть обычай, который в кооперативе «Озеро», наверное, создавался. Вот он сейчас, этот обычай переносится на всех. Так что дележка будет усиливаться. Нужно понимать, что вот, говорит, вот за Улюкаевым был установлен контроль технический, да, с лета. Да, помилуй бог. Да вы же дураки, что ли. Да там есть хоть один, которого они не слушают, что ли. И Путин знал. Конечно, он знал, он знал, что слушают всех. Конечно, ему не говорили, вот мы начали слушать Улюкаева, вы как там, Владимир Владимирович, да пофиг, всех слушают, потом приходят и докладывают, вот и все. И не только слушают телефон, и не только почту, и не только жилища и так далее. Я думаю, там все и везде. Пишут, а мне жалко Улюкаева, мне совсем не жалко. Вот, и я думаю, я думаю, что просто как бы с ним разобрались, ну, потому что надо было с кем-то разобраться, чтобы, во-первых, показать, чтобы никто в путинские дела точно не лез. Вот Сечин, он там, грубо говоря, кошелек Путина, да, там они занимаются какими-то путинскими делами, не моги даже подумать о том, что нужно куда-то. Если тебе сказали, подписывай документы, значит, подписывай без оглядки и все, там. Это очень показательно. Вячеслав поздравит мою жену с днем рождения, поздравляю, вот, от всей души поздравляю. И, значит, рассказали о банковской ячейке с двумя миллионами для Улюкаева. Такой порожняк, конечно, просто. Причем Улюкаев для получения взятки, как тут утверждают, пришел в офис Роснефти, да. Какие-то там следы обнаружены в Роснефти. А всей операцией занимался начальник службы безопасности Роснефти. Представляете, то есть начальник службы безопасности Роснефти может министра посадить. Ну, действительно, мы же знаем, что Роснефть, Газпром имеют право применять оружие, боевую технику. Помните этот закон, который уже все давно забыли, кричали про Росгвардию и ФСБ, которые могут стрелять в людей. Как Росгвардия и ФСБ? Роснефть может стрелять в людей, их службы безопасности. Газпром может стрелять, вот, министров может сажать совершенно спокойно. Почему? Потому что, ну, вот так и решили, да, там, Сечин так и решил. Я понимаю, что это результат определенных договоренностей и связанной договоренности с образованием коалиции против Медведева. Да. Мы же понимаем, когда нам говорят, что Путин не уйдет в отставку, не будут никаких перевыборов. И говорят нам 50 раз подряд, а вот эти ребята наверху начинают дружить против кого-то. Мы же понимаем, что посадка Улюкаева, а это результат того, что определенные кланы нашли соприкосновение. То есть, они договорились. Можете представить, с одной стороны Сечин, а с другой стороны Бастрыкин. Ну, как можно было посадить Улюкаева, не решив вопросы со всеми этими ребятами, да? То есть, нужно было договориться с Бастрыкиным, которому прочили отставку ближайшую, да? Ну, Сечин там, ФСБшники. То есть, все вот, если кто-то думает, что там один клан этим занимается, нет. Я думаю, что здесь они как бы очень серьезно договорились не только между Бастрыкиным, Сечином, но и другие участники. Они чувствуются, эти другие участники здесь. Посмотрим, как отреагирует там Чайка и прочие на это. Чайка же еще, я так понял, ничего не сказал, да? Я думаю, он был в курсах. Так что, Улюкаев заявила готовность сотрудничать со следствием. Его отправили под домашний арест. А знаешь, чем мотивировали? Почему Улюкаев должен под домашним арестом сидеть? Не знаю. Ты даже не представляешь. Я тоже этого не знал. То есть, такая мотивация для меня нова. Он оказывается допущен государственным секретом, а поэтому в тюрьму нельзя. То есть, иными словами, человек, который задержан этими ребятами за измену родни в форме шпионажа, передал каким-нибудь ЦРУшникам секреты, он не может попасть под арест и лишиться свободы в СИЗО, да? Он должен сидеть дома. Почему? А потому что, а вдруг он там кому-то шипнет. Чего ты, блядь, такой бред. Вообще просто бредятина конченная. И меня вот это потрясает. Причем они говорят это на полном серьезе. Это кому-то в голову. Ты понимаешь, то есть, вот новые вот эти вот креативщики, они вот недавно, наверное, пришли, и они выдумывают что-то на ровном месте, и очень это весело выглядит. Медведев назвал тяжелым событием обвинения Улюкаева во взятке, да? Постигла тяжелая утрата. Он сказал еще, нас постигла тяжелая утрата. Взяли Улюкаева. Нужно понимать, что там, в общем-то, все ребята при делах. Там не рассматриваются вот эти вещи как взятки. Все эти откаты – это их бизнес. Это никакие не взятки в их понимании. Это их бизнес. Они так работают. Они передают друг другу крупные суммы денег. Раньше это решалось по звонку. Сейчас это решается через деньги. Почему? Ну, потому что должен быть какой-то эквивалент. Они между собой практикуют товарно-денежное отношение, да? Товаром являются должности, решения и так далее. Деньги за это, в общем-то, они берут друг с друга. Потому что, ну, как-то... Есть определенные люди, которые там не берут денег. Они руководствуются какими-то другими принципами. Но я бы не сказал, что они тоже святые. А вот, ну, я говорю, Медведев подвергся атаке очередной. И он сказал, что задержание у Люкаева оказалось за гранью понимания Медведева. Вот мы говорили, что после выборов начнется наезд на Медведева. Говорили? Да. Говорили, вот, а это за гранью его понимания. Ну, то есть, Дим, ты оторвался от жизни, слишком ты легкий, висишь в воздухе. Совершенно очевидно было, что тебя будут трамбовать и что это будет продолжаться. И вот выяснена настоящая причина ареста Люкаева. Председатель правительства в курсе задержания Люкаева. Вот, премьер обсуждал происшествие. Ну, да, раз он сказал, что это тяжелая утрата, то, наверное, в курсе. И вот, я так понимаю, что много слов по поводу причины, настоящей причины ареста. Ну, настоящая причина, мы уже сказали, в чем, в том, что происходит дележ. Дележ, очень серьезная борьба. И тот, кто раньше рассчитывал на крошки со стола и получал эти крошки, потому что всего было много. Ну, я имею в виду, с путинского стола и его озерной братвы. Сейчас не должны рассчитывать на это. Им вот показали. Ребята, вы слишком замазаны. Давайте, в общем-то, делайте все, что мы вам скажем. А иначе будет джаляп. И вот, сегодня я человека одного встретил. Он рассказал мне интересную историю. Это касаемо Газпрома и вообще всех вот этих вещей, которые называются государственными предприятиями. И акционерными обществами, у которых контрольный пакет у государства и так далее. Вот у нас есть Межрегионгаз. В свое время Межрегионгаз построил очень много зданий по территории Саратской области. В частности, само здание Межрегионгаза находится на улице Казачьей и Максим Горького. Это здание принадлежало Газпрому всегда. То есть, они его перестраивали. То есть, с советского периода они его перестраивали. И вкладывали туда деньги. И все было нормально. Сейчас там продолжает сидеть Межрегионгаз. И даже руководитель. А знаешь, кто владелец этого здания? Не знаю. ЗАО «Эрша-центр», который зарегистрирован в Московской области с капиталом 800 тысяч рублей, оказался счастливым обладателем всех зданий Межрегионгаза, которые построены на деньги Газпрома. Государственной организацией, которая является национальным достоянием. Представляешь? Вот я Навального прошу открыто заняться. Вот ЗАО «Эрша-центр». Оказывается, счастливый обладатель всех зданий. Я думаю, и как мне утверждает этот человек, и таких центров по всей России море, они называются разными там аббревиатурами, и они все являются счастливыми обладателями Газпромского состояния, недвижимости и так далее. А смысл какой? Как смысл? Вывели в частную собственность все. Вообще все вывели, уже вывели. Мы видим, нам показывают только акции. Видите, там здесь у Роснефти 100% государственных акций. У этих там 100% или близко к 100%. А на самом деле происходит чистейшее воровство. Просто воруют собственность, воруют куски, откусывают и так далее. Поэтому вот это такая вот сейчас идет дележка интересная. И такие, как Улюкаев, они это все прекрасно знают. Они же это все через них проходит. И поэтому говорят, ребята, нужно четче, четче. А вот Кремль не увидел в деле Улюкаева оснований для отставки правительства. Ну, понятно, что не увидел. Раз, если бы увидел, то правительство бы уже отставили. Если бы это делалось под это. Это же не под это делалось, понятно. Но я думаю, что сейчас интересы определенных людей совпадают. Поэтому удары по правительству будут продолжаться. И в конце концов приведут к катапультированию Медведева. Я так думаю. И какой следующий ход, катапультировали Медведева, и что дальше? Ну, посмотрим. Ну, в общем-то, я говорю, я вижу, кто прицелился сюда. Так, ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Работник поликлиники присвоил себе казенный снегоуборщик. Да, и нам вот говорят, смотрите, работал в поликлинике ФСКН, там какой-то мужчина 56 лет по фамилии Москвичев. И упер снегоуборщик. И это то же самое, понимаешь? Вот что вот эти вот украли Газпром, Роснефть, там и все остальное прочее. Не, ребят, это не то же самое. Сразу вспоминается плевака, да, помнишь, и бабушка с чайником, когда прокурор говорил о том, что нарушен принцип частной собственности, на котором, в общем-то, строится государство, стоит государство. Да, и он сказал, что херово, и что государство, которое стоит на этом чайнике. Вот так и здесь, понимаешь? Нужно понимать, что всегда будет тот, кто упер снегоуборщик. Для этого много ума не надо, и наглости много не надо. А вот чтобы упереть страну, да, для этого нужно, конечно, быть эгегей, каким подонком. А вот в сети появилось видео задержания администратора группы смерти. Да, вот это вот непонятно. Вчерашнее видео, где там мальчик с девочкой стреляют в полицейскую машину. Кстати, впустую, ни одного полицейского там нет. Мы сегодня пересмотрели много других видео, и у нас это вызвало определенные сомнения. Очень серьезные сомнения вызвало. То есть там все не так, как пишут. И реакция странная. То есть сразу задержали какого-то парня, который там в группу смерти, ну, группу самоубийц. Клуб самоубийц, короче, это Ник Николас клетчатый. Я думал, он выглядит иначе. Выглядел он вообще как обычный паренек, которого зовут Филипп Судейкин. И сейчас Филипп Судейкин будет виноват во всех самоубийствах, которые совершают молодежь. То есть Россия сейчас на первом месте по числу самоубийц молодежи. И оказывается, они все самоубиваются, потому что есть такие группы смерти и так далее. Не потому что условия здесь ужасные. Не потому что нет никаких перспектив. То есть взрослые люди вообще их не видят, эти перспективы. А молодежь такая, знаешь, 50 на 50. И если хоть чуть-чуть у человека, так сказать, нервы сдают, то все. Он может выбрать вот такой путь. Потому что молодежь не видит никаких перспектив. То есть не вся, наверное, молодежь. Есть определенные люди, которые с нами, которые видят перспективы в революции, в изменении вот этого гадкого режима. Но, тем не менее, не все же пассионар. Есть и люди, которые, в общем-то, ну, наверное, хотят какой-то своей личной жизни, хотят какой-то своей свободы. А это государство им ничего не может предложить. Ни свобода, ни личной жизни, ни образования. Сейчас им уже в трусы собираются залезть, и чтобы гинекологи докладывали, кто там живет половой жизнью, кто не живет. В общем, безумие. Совершенное безумие. И виноватым во всем этом, я подчеркиваю, будет вот этот Филипп из Солнечногорска. Вы еще об этом услышите. Будут рассказывать, какой он злодей. Ник Николс Клечетый. А вот те, которые якобы застрелились там, в Пскове, имена их не разглашаются. И все вообще как-то... Трупы не показывают. Да, трупы не показывают. Все странно. Мизулина прокомментировала задержание и сказала, что там агегей, что она... Сможет спать спокойно. Нет, что нужно было ее законы принимать, и тогда все было бы отлично. Вообще, Вячеслав, я вчерашний эфир пропустил, признаюсь честно. Ездил из Москвы сюда. И вот ваше мнение, тем более, если вы говорите, что видели это видео по вчерашней ситуации с этими молодыми людьми. Ну, понятно, чтобы понять их мотивацию, нужно залезть им в голову. И пока мы это сделать не можем. Но вас не удивило? Вот меня на самом деле удивило, причем очень. Удивило от слова очень. То, насколько спокойно они себя вели. Да, это конечно. С чем это может быть связано? Не знаю. Но обычно люди, если решили закончить жизнь самоубийством, и у них бывает бравада такая показная, да, ну, она все-таки несколько другая. То есть она истерического свойства. Есть целый 15-минутный ролик, который... Да, 12-минутный ролик, посмотрите. Там все понятно, что это подстава полная. Ничего этого на самом деле не происходит. Они подстрелили старый телевизор, потому что новый им было жалко. Ну, не знаю. У нас есть новый, мы его застрелим, но тащить его некуда. Там безумие какое-то. Это ради перископа, но... Не, ну да, это кадры, которые сделаны для перископа, а... Не, ну, они могли закончиться смертью. То есть можно играть, играть и доиграться. Не, ну, там не было нигде. Ни одного мента. 12 минут ни одного мента. Да, согласен. Ну, посмотрим, надо больше информации, но что-то это не внушает доверие. Как во время Тибири. Да. Две больницы разрушены от авиаударов в пригородах Алеппо. Ну, и опять непонятно кто, да, вот разнесли две больницы и говорят, а кто это здесь, кто этот потерпевший, и куда он пошел. Да, то есть никакой информации. Какие-то прилетели, разбомбили. Это может быть кто угодно, да. Россия заявляла о том, что бомбить не будет, но при этом бомбят. Ваша раса вообще ничего не заявляла, и при этом бомбит. Ну, в общем, прикольно. И вот Минобороны публиковала видео вылетов авиации с Адмирал Кузнецова. Не они ли разбомбили? Су-33. То есть почему-то видео, самолет, который разбился, не показали. А кроме всего прочего, еще видео опубликовали пуска ракет с Адмирала Григоровича. То есть крылатые ракеты улетели, которые тоже могли запросто эти больницы поразить. Ну, в общем, фиг ее знает, что там происходит. Это даже в информационную эпоху очень трудно понять вообще, что происходит там, где идет война. Мы вот без всякой войны поездили по России, и вы видели, как трудно было связываться. У нас было иное представление. Мы думали, что мы отовсюду можем вещать с перископа. Да, оказалось, вовсе нет. Оказалось, большая часть территории России не дает возможности такого вещания. Мы не можем даже передачу такую, которая у нас четко по времени определена вести. Потому что то там был эфир, где мы решили, откуда вести. Вдруг там его нет уже сейчас. Через пять минут его там нет. Ну так, а когда война-то, конечно, там еще сложнее. Более ста тысяч жителей Масула получили чрезвычайную продовольственную помощь. Ну вот, всемирная продовольственная программа такая есть, которая оказывает помощь. Ну, о чем это говорит? По крайней мере, о том, что сто тысяч жителей Масула уже находятся не под ИГИЛом. То есть, когда нам говорят, что там все очень плохо, ну, если сто тысяч уже свободны от ИГИЛовцев, ну, на них все плохо, да. Россия и Иран обсуждают сделку на 10 миллиардов долларов. Да, представляешь, в общем-то, Иран хочет получить оружие, вертолеты, самолеты, Т-90, артиллерийские комплексы, зенитно-ракетные комплексы. В общем, все-все-все-все и на 10 миллиардов долларов. Нужно понимать, что, ну, это то, что столько, сколько России поставляет за год. Куда там, представляешь? Вот, и такая ситуация получается, что Иран даст России взамен? Что Иран даст России взамен? Деньги? У него нет денег. Нефть? Они достаточно бедные. Может обменять на нефть? Нужна эта нефть сейчас? И по каким расценкам эта нефть пойдет? По сегодняшней, а что будет завтра? А может в кредит? То есть, можно оружие отгрузить Ирану в кредит. Ну, это вот особенность путинской любви. Сейчас он полюбил очень сильный Иран. И любовь от нам боком выйдет. Мы уже неоднократно говорили. Трамп надеется на прочные отношения с Россией. Да, тут вот телефонный разговор произошел между Трампом и Путиным. Вокруг это вот такая шумиха. Я, в общем-то, рассматриваю с точки зрения путинских СМИ, это как явную победу Путина в информационном мире. Он так запугал всех этими разговорами с Трампом. Там люди на самом деле дергаются. Очень было модно ругать Трампа в Америке, потому что это была, так сказать, механика победы Клинтон. То есть, тактика ведения борьбы. И поэтому рассказывали, что Трамп любит Путина. Трамп будет вот как делать, вот как делать. А Путин злодей. У Путина там армия какая-то немыслимая. Там Кузя этот дымящийся, всех там убьет, застрелит. Напугали всех. И тут вот на этой волне, конечно, вот это вот общение Трампа с Путиным, оно уже повергло, наверное, всех в ужас. Все стали жрать валидол. Я не думаю, что... Я, вернее, даже уверен, что ничего не будет. Никакого там вектора другого в политике Америки. Какой нафиг вектор другой? Трамп, конечно, будет говорить о миролюбии. А надо быть идиотом, чтобы не говорить о миролюбии, будучи американским президентом. Но он же понимает, что такое Америка, даже с точки зрения экономики. Что такое Америка с точки зрения армии, флота. Ну и я думаю, хотя бы отдаленно понимает, что такое Россия. То есть ему уже, наверное, доложили уже или доложат. Поэтому не думаю, что как-то стоит пугаться. И вот... А вторая вещь всех радует. То есть вот говорят, такой первой леди еще не было. И кругом распространяются фотографии ее Мелани, вот этой Мелани, голой. В общем-то, ну вот Трамп хотя бы чем-то потешил народ. Так было скучно. А тут первая леди нормальная такая, да? Вот и Трамп сам такой весельчак. Ну уж, по крайней мере, намного лучше, чем у Путина была. Ну, ты что-то, не знаю. А, несчастная женщина, что у Путина была. Мне просто жалко. У меня вот к ней достаточно хорошее отношение. Я ее в жизни видел как-то. И ничего плохого не могу про нее сказать. А при каких обстоятельствах стесняюсь спросить? Странная такая история. Мы были в Сочи, пришли на концерт Ефима Шифрина. Там было вот хорошо, если 20 человек. Почему-то никто не пошел вот в этом летнем, этом огромном комплексе. И она туда пришла с охранником, с цветами. И как-то вот рядом сидела. Общались неформально, буквально залом разговаривали между собой. И еще потрясающе было. То есть, все вот это закончилось. Такой, на хорошей такой волне. По-доброму так. И Шифрин так, он выкладывается. Хорошо он работает. Просто хорошо с ним. Да, с публикой очень. И мы выходим и сообщают о том, что взорвался самолет, который летел в Волгоград. Помнишь, взорвали в Сочи самолет и в Волгоград. Два самолета. Взорвался самолет. И как-то все это смешалось в голове. Какой-то гротеск такой жуткий. А вот в Кракове началась эксгумация. Шифрин Качок пишет. Шифрин там. Ругают Фиму Шифрина. Я не знаю. Мне, честно говоря, как в личную жизнь я его не лезу. Не знаю. Даже не знаю, какие его политические, так сказать, убеждения. Может быть и никаких. Нет, он там достаточно оппозиционно высказывается. Хорошо, тогда тем более. Просто я был на его концерте тогда. И я могу оценить, сказать, что это очень профессионал высокого класса. Он умеет держать публику. И представь себе, как работать с залом, в котором 20 человек. Ну, вот ты представляешь, ты уже заранее знаешь, что билеты проданы там, ну, грубо говоря, 20 штук. И что в огромном зале будет 20 человек. Это должно вызвать уныние бешеное. У него не было никакого уныния. Он отработал, как будто нас было тысяча. Поэтому я, в общем-то, ему благодарен за то, что он в своей работе доставил удовольствие. В Кракове началась эксгумация тел супругов Качинских. Вчера еще началась, я так понимаю. Она продолжается, будем сказать, говорить. Я думаю, что там не так, не вдруг, не открыли, не схватили, не понесли. То есть, там нужно останки все описать, посмотреть. И это будет длительный процесс. И вот Трамп еще пишет, что поможет Польше забрать у Кремля обломки президентского самолета. Потому что он заявил еще вот в сентябре. Я много слышал о том, что поляки имеют проблемы с возвратом обломков президентского самолета, разбившегося в Смоленске. Сделал все, что в моих силах, чтобы помочь польскому правительству в этом деле. Ну, посмотрим, как это получится. Ну, вообще, это интересно. Я думаю, что если Трамп попросит, Вова отдаст с удовольствием. Он очень захочет быть полезным Трампу. А вот Польша создаст войска. Мальцев, желаю тебе сдохнуть от сифилиса, лживый, сраный петух. Ну, во-первых, сам ты петух. Во-вторых, у меня отрицательное. ИРВ, да. Вот. И Льюис-фактор, да, отрицательный. И вот то, что ты сказал, это очень плохо. Поверь мне. Я думаю, что после Нового года тебе самому стоит сходить и сдать анализы. И я даже тебе скажу, на что сдать? На ВИЧ. Польша создаст войска теробороны для защиты от гибридной агрессии России. Ну, войска от гибридной агрессии 53 тысячи человек на самом деле являются национальной гвардией. И очень правильно, что они создаются. Да, зачем правильно? Ну, признаюсь, здоровые мужики. 53 тысячи. Ну, что делать здоровым мужикам? Ну, водку в баре жрать, там, морду другу. Тем более в Польше. Да, друг друга убить. Там, что можно делать? Ну, нужно... Или все болеть за футбольную команду. За какую-то. Нужна какая-то отдушина. Вот национальная гвардия в тех странах, где она, собственно, была придумана, да, там, я не знаю, ну, изначально, там, какие-нибудь гаплиты в Афинах. Это именно та самая отдушина, через которую пассионарность очень здорово, так сказать, вырывается и находит правильное русло, да, если бы путинцы не были дураками, они бы давно это сделали. Не вот такую национальную гвардию, такую, которая, на самом деле, является внутренними войсками, а реальную национальную гвардию, часть пассионарных, как бы, вещей, они бы слили, да, ну, не слили, они перенаправили бы, вектор изменили. Они этого не понимают, нифига. Поляки это понимают очень хорошо, поэтому, я думаю, что сейчас вот Литва, Польша, ну, в Литве, конечно, поменьше, ну, путь тот же самый, они проходят. Вот вам вопрос задает Вячеслав Шлаш. Добрый вечер, Вячеслав. Вчера в Италии на сайте МНС появилась новость о болезни Путина и в связи с этим досрочных выборов в 2017 году, в частности, весной. Ваш взгляд на это? Ну, похоже. Вот ты знаешь, вот все, что происходит вокруг, походит на какой-то заговор, связанный с, в общем-то, с выборами, с досрочными. Ну, ты же сам видишь, что все похоже на подготовку к досрочным выборам, причем происходит эта подготовка, как хорошо спланированная полицейская операция. Кроме одного. У меня сомнения только в одном. В сроках. В сроках, конечно, могут быть любые. Они могут быть на осень отнесены. На осень, скорее всего, а не на весну. Да, мы это тоже видим. Так что, да, конечно, тогда бы это резче бы все происходило. Хотя не факт. Знаешь, мы же не знаем, если речь идет о болезни, мы же не знаем, что там. Нет, но они же не могут объявить выборы за три месяца до начала выборов. Правильно? Я имею в виду не по закону, по закону-то, может быть, и могут, а я имею в виду по, ну, как бы, эскалации напряженности в обществе. То есть, если они сейчас объявят, что у нас через три месяца будут досрочные выборы президента, то им же очень много геморроя. Это сразу будет огромный всплеск в общем-то, активности такой той или иной, которая им не на руку. Поэтому вот меня только только дата смущает, что все говорят про весну 2017 года, а если бы речь шла о весне, то я думаю, что мы бы об этом узнали уже в октябре. А ныне уже, в общем-то, конец середины, да, вот сегодня такая середина ноября. А интересно, вот требует укупников президента. У нас есть какие-то фанаты укупников, судя по всему. Да, да, постоянно. А вот Совет Евросоюза не укупника утвердил план по обороне и безопасности. Ну, представляешь, забрались там в Евросоюзе, ну, мы говорили о том, что собирались фактически министры обороны, представители МИДовские, и рассматривали план создания общей обороны, не имеющий в виду создание общей армии. Ну, хотя она, по сути-то, есть в рамках НАТО и так далее. То есть, есть масса договоров. И мы видели, что, во-первых, до этого сейчас собирались скандинавы все и, в общем-то, договаривались между собой. И это все в рамках общеевропейской безопасности. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что тут вот путинские СМИ рассказывают о том, что Европа очень сильно боится, потому что не может противостоять российской там армии. Ну, не смешить. Европа это очень серьезная армия. Если рассматривать всю Европу, то это очень серьезная армия. Но Европа это НАТО. И Европа это НАТО, да, действительно. Европа это, в общем-то, все возможные блоки, о существовании которых мы даже и не подозреваем. Это куча международных договоров. И неизвестно, кто впряжется за Европу, такие могут впрячься. Это за Путина впрягутся, там, Зимбабве, еще кто там, я не знаю. Не, ну, о чем мы говорим, достаточно начать конфликт с одной какой-нибудь скромной Финляндии, условно говоря, к этому подключится вся Европа, Америка, а, скорее всего, и Япония. И я не думаю, что Китай очень быстро побежит нас защищать, а Австралия на лодках будет грести веслами в сторону России. В общем, дело, ворот, плохи. А вот участники протеста выступили против запланированного повышения пенсионного возраста. Речь, к сожалению, не о России, а опять-таки о Брюсселе. Да, удивительно, 10 тысяч военнослужащих вышло, представляешь, вот у нас само по себе было бы все, жопа с ручкой. Вышли 10 тысяч военнослужащих, вот фотография, она такая, это вот полицейские обливают военнослужащих, военнослужащие только ногу, мы видим, и руку, да, вот обливают их водой, потому что, и самое главное, что написали СМИ, как ты думаешь, что они написали? Они написали, что все классно, все прошло, тихо, ну так, там кое-где начали кидаться лимонами и пустыми котелками в полицию, а полиция за это стала обливать из водометов и применять слизоточивый газ, то есть, если бы это было где-то здесь, это было бы что-то жуткое, 8 тысяч военнослужащих, как по мнению полиции, 10 тысяч по мнению СМИ вышло, то есть, само по себе уже все, дивизия вышла, пехотная дивизия, два легиона Цезаря, так их назовем, ну фактически, два полных легиона, и вот когорта молниеносного, мы сегодня будем говорить про мастера Маргарита, кидает пустые котелки и лимоны и в ответ получает избран сбой, то есть, никому в голову не приходит, что из-за повышения пенсионного фонда в Брюсселе в военнослужащие 10 тысяч человек могут взять оружие и просто выйти с оружием и все, понимаешь, то есть, никаких полицейских, водометов, ничего этого не будет, но там все четко следуют правилам игры, потому что они видят, что по-честному, там нет Сеченых, там нет Ротенбергов, там никто, у тебя это не ворует твое национальное богатство, понимаешь, ну да, там поступают несправедливо, повысили пенсионный возраст, что нужно делать, протестовать надо, лимоны кидать, котелки, не стрелять же в своих братьев из-за этого, понимаешь, это разборка такая вот, ну, правильно, и это очень хорошо, это вот, очень показательно. В Литве продали подаренные США винтовки за 347 долларов, евро, евро. Странная ситуация, американцы подарили Литве М14 винтовки, там их продали, причем продали-то всего несколько штук, не все, но продали официально через вот этот оружейный фонд и продали за 347 евро, а они утверждают, что стоит 25 тысяч за штуку, и они коллекционные, но если они так дорого стоят, ну, могли бы дать Литве автомат Калашникова, который 25 тысяч стоит, наверное, за 100 тысяч, да, и все было бы нормально, тем более, но М14, мягко говоря, неэффективно в современном стрелковом бою, странная совершенно история, вот, и здесь нет коррупции, продали коллекционерам за какие-то смешные деньги, причем продали несколько штук, а часть уже вернули, то есть там 4 что ли, или 5 еще, только винтовок не вернули. Саакашвили предрек Украине скорый крах. Ну, это вот российские СМИ так написали, он не предрекал Украину, сказал, если мы будем расти, как нам обещает правительство, в лучшем сценарии мы дойдем до уровня Януковича через 15 лет, а российские СМИ Саакашвили, прямая речь, Украине 15 лет расти до уровня времен Януковича, то есть, представляешь, это такая особенность, все переврать, все придумать, там, распятые мальчики и так далее, но в самом лучшем случае переврать цитаты. Кстати, тут нам принесли визитку Яроша, да, это к вопросу об Украине, вот, ну, на всякий случай, а то, кто спрашивает, она причем сделана из металла, видите, визитка сделана из металла впервые, я думаю, чтобы, помнишь, билет, билет, ему подсунули в пиджак, а пиджак сгорел, так вот, в случае с Вандерлюбе, да, такой номер не прокатил, она визитка железная, так что, ну, это я к тем приколам, что кого бы сейчас не арестовывали, у него визитка Яроша, так что, прям, вот, можете иметь в виду, как будут брать, как у Мальцева была визитка Яроша, То есть, вас кто-то на улице с мешком подбежит, начнет вам сувать визитки Яроша, я со своей, я подготовлен, секунду, я своя, да, ой, вообще безумие, в Госдуме предложили увеличить фонд оплаты труда помощников депутатов, очень смешно, конечно, видишь, там пять помощников, а они хотят, чтобы было семь, знаешь, как вот формула любви, помнишь фильм, когда, говорит, ты за сколько карет починишь, он там, я уж не помню, говорит, да там до обеда, он говорит, а может, ну, за день, а за два, можешь, могу за два, а за неделю можешь, не, за неделю не могу, здесь помощники нужны, вот депутату тоже, нужны помощники, чтобы безделить, представляешь, как тяжело бездельничать, когда ты один, или у тебя всего пять помощников, гораздо легче, когда у тебя их десять этих помощников, ну, в крайнем случае семь, вот так, такой, значит, промежуточный вариант, вот десять, хорошо, он такой депутат десятник, и можно децимацию проводить, наказывать каждого десятого, если там что-то там случилось не так, да, вот, и к вопросу, мне, Игнатьев недавно очень смеялся, потому что он меня спрашивает, что, что будет Вячеслав Викторович сделать, такое вот, в бытовых вариантах, я говорю, ну, во-первых, появятся новые формы, такие, как советники председателя Думы, то есть, их будет бесчисленное число, как здесь было, советники заместителя председателя Думы, это любимое такое занятие, Вячеслав Викторович, там же помощников же ограничены законом, А советников неограничено, про это нигде не прописано, поэтому появится очень много советников. Я думаю, что помощников, наверное, не дадут. Вячеслав скажет, ну а зачем этим бездельникам еще столько помощников, пошли они нафиг. А вот советники Вячеслава Викторовича, это будет прям целая армия такая, целый легион, легион Цезаря. — Экономик России продолжила падение седьмой квартал подряд. — Да, представляешь, седьмой квартал удивительно, я думаю, она уже, я не знаю, ну не 20 лет, но по крайней мере там с девятого года летит кубарем, а тут оказывается седьмой. И представь, интересно, ВВП в третьем квартале составил 0,4%, да, то есть спад ВВП, то есть такой небольшой 0,4%, но нужно понимать, что это процент на процент. Это процент к уже упавшей экономике, да, так что, в общем-то, тут анекдот очень хорош про тех врачей, про пессимиста, оптимиста, да, помнишь, когда доктор приходит, там, говорит, у меня, говорит, не стоит. — А тут смотрит, да и висит он у вас как-то не так. — Да, вот, поэтому здесь только пессимизм, я могу сказать, то есть другой вариант, который вот в анекдоте доктор-оптимист, когда, говорит, доктор, у меня не стоит за то, как он у вас висит. — Это вот как раз, да, это как раз был вот Улюкаев и все остальные, которые рассказывали, как он хорошо висит, да. — Да, вот Росгвардия отчиталась о том, как проводят профилактические мероприятия, нацеленные на подавление цветных революций. — Да, тут вот специальную инженерную машину, они опробовали «Торнадо», она называется, ну, мы говорили, там у них что-то «Лувр», «Торнадо», что-то наделали, какое-то безумие этих машинок, оказывается, вот еще сделали, а теперь ее и переделывать надо. — Да, 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 вот она как-то так, ее опробовали, говорят, она в деле как-то хороша, очень уж хороша-то в деле как-то, но нужно все равно что-то там доводить ее до ума, естественно. Ну, в общем-то, посмотрим, как они будут доводить броневики «Тигр», это вот вдумайся, вот что в башке у людей, которые в России, наследницей Советского Союза, бронемашину называют «Тигр», да, еще надо «Пантера» было назвать и так далее. — А этого, как его, «Золотова» надо было назвать, там, «Штандартерфюрера Золотова». — Да, не стучи, ты опять стучишь по столу, у меня все дергается, вот. — Пардон. — Да. — Да, но помимо «Тигра», они еще и «Медведь», там бронированный автомобиль «Медведь», способный выставлять домовую завесу, распылять средства пожаротушения и проводить радиохимическую разведку. То есть на случай, если цветная революция будет пользоваться, видимо, в буквальном смысле цветами и какие-то там пестики разбрасывать. — Мальцы, последние ваши трансляции напоминают «Яролаш», веселые истории, блин, ну я... У меня нет для вас других новостей, мы те новости комментируем, которые вот есть, да. Мальцы, постриг, говорит, не, не постриг, пока не постриг, но собирался. — Испания в очередной раз устранила рекорд в животноводстве. — Да, представляешь, удивительно, испанские свиноводы, по данным статистики, в 2015 году произвели, как ты думаешь, сколько? 36% общего объема продукции животноводства. — В мире? — Ну, я так понимаю, да. — То есть треть на Испании. — Да-да, что-то какие-то цифры страшные тут написали, я же прям сел на одно место. И вот 13% общего объема производства сельхозпродукции вообще. То есть Испания как-то... Вот нам говорили, что в результате деятельности Испании в Евросоюзе и такой протекционистской политики, когда будут покупать бананы в Испании в 7 раз дороже, чем в Эквадоре, да, ну, европейцы, я имею в виду, что нарастит Испания сельхозпродукцию, мне не верилось, видишь, я посрамлен. Вообще, честно говоря, я вот не понимаю, я был многократно в Испании, я не понимаю, как люди, которые спят целый день, могут столько всего сделать, а? Ну, там же люди не работают, кто был там, те же понимают, с утра люди проснулись, да, там потом у них сиеста, да, там с 12 как минимум и до 6, кто же как минимум, потом в 6 часов они проснулись, покушали, а там у них или какая-нибудь фиеста, день города, футбол, коррида, масса всяких, или суббота с воскресеньем, то есть масса всяких очень хороших вещей, поэтому, когда людям работать, я не знаю, там в пожарный все время никто не шел, потому что... А зачем? Да, зачем, там вдруг загорелся, как, вот, фокус про пожарный, анекдот, когда говорят, ну, как, говорит, у тебя работа, да классная работа, говорит, говорит, то в домино играем, то в шахматы, то сидим там, чаи гоняем, то что-нибудь варим, говорит, ну, то, говорит, кроссфорды раз, говорит, ну, как пожар, хоть увольняемся, так и здесь. А вот фанат сериала «Во все тяжкие» в Британии попытался растворить тело полицейского в кислоте. Да, вот «Во все тяжкие» решил пуститься, но тело не растворилось, он завонял, и в результате вот... Фанат или тело? Ну, тело, конечно. То есть он через гей-знакомство познакомился, и что-то они там злоупотребили БДСМом, и тот помер. Ну, я так понимаю, там не было убийства, то есть там просто... Причина смерти по неосторожности. Развлекалочка была, и вот в результате он хотел избавиться от тела, но как-то вот неправильно. Фанат вот этого сериала «Во все тяжкие», но знаниями специальными не обладал. А шведский рождественский напиток стал жертвой нормативов Евросоюза. Да, то есть тогда доливали и виски, и ром, теперь туда нельзя по этим нормативам доливать. Представляешь, какой маразм. То есть как будто шведы не знают, как готовить этот глек, который они готовили уже столетиями. Евросоюз им объяснил. Вот из-за этой фигни как раз люди на бытовом уровне и ненавидят Евросоюз за то, что им объясняют, как готовить глек. К берегам Ирландии прибило канадский плавучий дом. Я представляю, что в Канаде сделали вот такой плавучий дом, сколько он там плавал, я не знаю, но доплыл до Ирландии. То есть он через Атлантику переплыл. Можно, когда там Тим Северин проверял версию о том, что европейцы еще до Колумба побывали в Америке, и там он на Брэндоне туда шел, сделал он там из кожи, из чего-то там и так далее. То есть это такая викинговская тема проверялась. Ну вот он, наверное, не знал, что еще существуют канадские плавучие дома, которые гораздо прочнее, чем Брэндон, без всякого паруса, представляешь, приплыл. Это потрясающая вещь. Я прям с удовольствием и канадский плавучий дом приобрел бы. Я сразу вспоминаю свою службу, когда на береговую отмель выкидывало столько всего, что можно было просто по тем временам быть миллионером в советском периоде. И лодки выкидывало, и даже катер однажды выкинуло, и в общем-то много чего. Я помню, у начальника у моего был сарай, огромный сарай, ну в смысле это не его лично, это заставской. И он битком был набит, чего там только не было. Там какие-то были рыбацкие сети, там были какие-то плавсредства, какие-то надувные плоты дозором он отправляет и говорит, канистрочек принесите, канистры пустые выкидывало, надо было канистры приносить. Вот там были канистры, ящики пластиковые, ну в советский период этого ничего нигде не было. Вот он битком был забит, а потом он уехал в отпуск, вернулся. И что он сделал первым? Он первым побежал в сарай, то есть он даже на заставу не заходил, забегает в сарай, но он, наверное, уже знал, а там пусто. Начальник тыла с отряда пригнал два краза, загрузил их сверху, и они уехали в неизвестном направлении, таким образом очистили сарай. Начальник чуть не шлепнул Кондрат. Вот такие дела, так что на берегу хорошо. В Париже представлено 65 ранее неизвестных рисунков Ван Гога, и мы говорили, что будет очень много ранее неизвестных произведений, всех, кого только можно. И кого нельзя. Да, кого нельзя, и в конце концов, если сложить потом все произведения, окажется, что человеку нужно было трудиться лет тысячу, чтобы такое нарисовать, придумать. Сейчас мы увидим еще очень много новых музыкальных произведений всех великих, новых стихов, новых там Селлинджера, новых этих над пропастью Варжи, ну и так далее. А вот стартовали онлайн-чтение романа Мастер и Маргарита. Это мы вчера говорили и обещали рассказать. На сегодня мы или на завтра перенесем, или сегодня ответим на вопросы. В смысле, вы хотите зачитать Мастер и Маргарита? Нет, это я пошел другим путем. Я хочу ну рассказать некоторые вещи о романе, которые не общеизвестны. Ну, как считаете нужным? Мальцы, ты попал в точку. Уже 13 лет живу в Испании, до сих пор удивлена их добрым нравом, любовью к жизни, умению пропорционально распределять свое время и работаю в отпуск. Просто класс. Каиш, класс. Это правильно. Тогда что, ответим на вопросы? Это завтра. Только тогда напомните, потому что я обещал людям, а люди... Маргарита, на завтра на хотем. Ну, хорошо, я могу вообще ее не касаться, просто многие просят. Не, мне интересно, но давайте на завтра. пишут, давайте сегодня, давайте про Роман. К черту вопросы пишут. У матрасов нет вопросов. вы еще будете в Лохин заезжать, конечно. Мы сейчас вот здесь некоторое время побудем, несколько дней и отправимся, то есть следующая неделя будет вся та... Мальцев, слава, ты проплачен США. Бля, человек в башке. Круто. И вот возможно на самом деле в это верит, что там Обама не только сыт в подъездах, но еще и периодически заносит Мальцеву в Саратов денежку. Да, возможно, он прав. Звонит, звонит, так открывает дверь опять Обама приходил, принес чемодан денег. Сегодня лучшее полнолуние. Да, мне сегодня сбросили с программы звезда. Это астрономическая программа, на компьютер скинули, что сегодня эгегей. То есть кто-то должен в кого-то перевоплощаться сегодня? Ну да. многие люди требуют мастер. Ну что, расскажем? Ну давайте, у нас вопрос стынет все пишут. Да, как это ни странно, люди захотели. Мальцевские чтения. Да, тут вот стартовали масштабные чтения мастера Маргарита, и вот я обещал рассказать о том, почему я считаю, что эпилог романа написан раньше самого романа, ну того последнего текста романа, который представлен. Я прям возьму, только буду опираться на текст и расскажу. Вот помните момент, когда мастер Маргарита находится очень важный в подвале и туда к ним появляется Азазелла. И он им говорит, ведь мессир прислал вам подарок. Тут он отнесся именно к мастеру бутылку вина. Прошу заметить, что это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино. Вполне естественно, что такая редкость вызвала большое внимание Маргариты и мастера, Азазелла извлек из куска темной гробовой парчи совершенно заплесневевшей кувши. Вино нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозой свет в окне. Видели, как все окрашивается в цвет крови. Здоровье Воланда воскликнула Маргарита, поднимая свой стакан. Все трое приложились к стакану и сделали по большому глотку. Тот же предгрозовой свет начал гаснуть в глазах мастера. Дыхание у него перехватило. Он почувствовал, что настает конец. Он еще видел, как смертельно побледневшая Маргарита, беспомощно простирая к нему руки, роняет голову на крикнуть мастер. Он хотел схватить нож со стола, чтобы ударить Азазелла. На руках его беспомощно соскользнула со скатерти. Все окружающие мастера в подвале окрасилось черный цвет, а потом и вовсе пропал. Он упал на взничь и падая рассек себе кожу на виске об угол доски бюро. Когда отравленные затихли, Азазелла начал действовать. То есть вот мы здесь видим два трупа. Они умерли. первым делом он бросился в окно и через несколько мгновений был в особняке, в котором жила Маргарита Николаевна. Всегда точный и аккуратный Азазелла хотел проверить, все ли исполнено как нужно. И все оказалось в полном порядке. Азазелла видел, как мрачный ожидавший возвращения мужа. Женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнел, схватил за сердце и крикнув беспомощно Наташа кто-нибудь ко мне упал на пол в гостиной не дойдя до кабинета. То есть вот труп Маргариты. То есть там Маргарита здесь труп Маргариты. Ну это вполне понятно так сказать по смыслу произведения но такое весьма мистическое. То есть вот она здесь умерла труп есть один. Все в порядке сказал Азазелла через мгновение он был возле поверженных любовников. Маргарита лежала уткнувшись лицом в коврик своими железными руками Азазелла повернул ее как куклу лицо к себе и вглядел с нее на его глазах лицо отравленное менялось. Даже в наступивших грозовых сумерках видно было как исчезала ее временная ведьмина косоглазие и жестокость и буйность черт. Лицо покойное просветлело и наконец смягчилось и стал не хищным а просто женственным страдальческим Азазелла тогда Азазелла разжал ее белые зубы и влил в рот несколько капель того самого вина которым ее и отравил. Маргарита вздохнула стала подниматься без помощи Азазелла села и слабо спросила за что Азазелла за что что вы сделали со мной и так далее чтобы не утомлять зрителей то есть вот он их здесь оживил а там он убедился что есть труп обрати внимание ну чтобы понятно то здесь какие-то они другие астральные или какие я не знаю что параллельный но реальный труп там и дальше мы идем вот ну я тут не буду читать разговоры Азазелла с мастером он его тоже оживил и тот говорит вы нас убили он говорит вы ничего не поняли и так далее и вот они потом полетели с Воландом и залетели в психушку мастер попросил разрешения слетать к Ивану бездомному и он с ним переговорил помнишь он говорит вы там нашли ее нашел а его встретили встретил там прощая ученик чуть слышал мастер стал таять в воздухе он исчез с ним вместе исчезла и Маргарита балконная решетка закрылась Иванушка впал в беспокойство он сел на постели оглянулся тревожно даже простонал заговорил сам с собой поднялся гроза бушевала все сильнее видимо растревожила его душу ну и так далее и вот тут Просковью Федоровну он позвал Просковью Федоровну что что такое спрашивала она ну нянечка там какая-то санитарка гроза волнует ну ничего сейчас вам поможем сейчас я доктора позову нет Просковья Федоровна не надо доктора звать сказал Иванушка беспокойно глядя не на Просковья Федоровна а в стену со мной ничего особенно такого нет я уже разбираюсь теперь вы не бойтесь а вы мне лучше скажите задушевно просил она что там рядом в 118 комнате сейчас случилось в 18 переспросил Просковь Федоровна и глаза ее забегли а ничего там не случилось но голос ее был фальшив Иванушка тотчас же это заметил и сказал Эй Просковь Федоровна вы такой человек правдивый вы думаете обушевать стану нет Просковь Федоровна этого не будет а вы лучше прямо говорите я ведь через стену все чувствую скончался сосед ваш сейчас прошептал Просковь Федоровна не будучи в силах преодолеть свою правдивость и доброту испуганно поглядел на Иванушку вся одевшись светом молнии но с Иванушкой ничего не произошло страшного он только значительно поднял палец и сказал я так и знал я уверяю вас Просковь Федоровна что сейчас в городе еще скончался один человек я даже знаю кто тут Иванушка таинственно улыбнулся это женщина то есть вот два трупа мастера в 118 и Маргарита а что мы видим в эпилоге про Воланда здесь говорится это он и его шайка заставили исчезнуть из Москвы Маргариту Николаевну и ее домработницу Наташу кстати этим делом следствие занимался особенно внимательно требовалось выяснить были ли похищены эти женщины шайка и убийцы поджигатели или бежали вместе с преступной компанией добровольно основываясь на нелепых и путных показаниях Николая Ивановича и привняв во внимание странную безумную записку Маргариты Николаевны на оставленную мужу записку которой она пишет что уходит ведьмы учитывая то обстоятельство что Наташа исчезла оставив все свои насильные вещи на месте следствие пришло к заключению что и хозяйка и ее домработница были загипнотизированы подобно многим другим и в таком виде похищены бандой возникли вероятно совершенно возникла невероятно совершенно правильная мысль что преступников привлекла красота обеих женщин но вот что осталось совершенно неясным для вследствия это побуждение заставившей шайку похитить душевно больного именуем вшего себя мастером из психиатрической клиники это установить не удалось как не удалось добыть фамилию похищенного больного так и сгину он навсегда под мертвой кличкой номер 118 из первого корпуса вот видишь то есть ну я понимаю так что это первоначально вот это из эпилога то что я прочитал первоначальный вариант что они исчезают просто и мастер и Маргарита а в дальнейшем как бы мысли наверное автора претерпели изменения конечно и то есть он оставил трупы а в общем-то души как-то исчезли и обрели покой помнишь как говорит они не нужно до спасения они не заслужили спасение заслужили покой а вот конечно самая любимая строчка в Саратове у нас которую стоит прочитать из мастера Маргарита она она короткая кроме котов некоторые незначительные неприятности постигли кое-кого из людей произошло несколько арестов в числе других задержанных на короткое время оказались в Ленинграде граждане Вольман и Вольпер в Саратове Киеве и Харькове трое Володинах так что вот на этом мы закачиваем так они не заслужили свет да 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 они заслужили покой ну я же не помню на память правильно правильно зачем банить спрашивают я не знаю кому это Вячеслав в записи вещает под фанеру почему в записи и почему под фанеру ну ладно еще в записи но под фанеру то почему кто кроме кота спрашивает слава коротко о докторе Живаго а будет какой у Пастернака юбилей поговорим про доктора Живаго ну Пастернак для меня конечно прежде всего поэт поэт Бориса и Глеба свет и служба идет да потрясающе вроде вообще вот просто просто сказано ни о чем да а сразу и снег этот под ногами чувствуется и церковь это где-то на Пятницкой там да или там на Полянке вот и свет и служба идет да как-то как-то даже вот на этом и закончить наверное нужно только люди пребывавшие в таком состоянии как Булгаков могут полностью понять смысл ну да Булгаков болен тяжело был у него были больные почки а при больных почках азот выходит слабо из организма выходит и отравляет мозг и поэтому такие вещи можно я помню урологию вот на горе там она как же санаторий туберкулезный туберкулезный санаторий на второй дачный да я туда что-то пришел а там люди которых туберкулез почек представляешь не выделяется азот в должном виде там такого они включали я вообще я потрясен был я подумал что я в дурдом попал и я говорю врачу он говорит да это нормально это обычная картина Путин вчера из-за плохого звука разозлился и уволил Улюкаева да мог наверное горский на вас погнал да нет горский не на меня погнал горскому не понравился проект программы но никто не мешает и некоторым другим националистам не понравился никто не мешает и выносить свои изменения дополнения и так далее это народный проект программы проект это не программа Поэтому… Вопрос. Мальцев, вы вчера не заснули. Рассказывали людей, которые писали про проходит звук и даже хотели отключать это. Я требую извинения Путина за плохого звука. Я, во-первых, извиняюсь. Если я кого-то обидел, я никого не хотел обидеть. Я уверен был, что звук плохой. И тут мне говорили, что я просто не мог вести передачу, поскольку… Ну, то есть я не знал, что делать. Так скажем. Звук был разный на разных устройствах. Да, он на разных устройствах был разный. Мне с одной стороны говорят, что он хороший, с другой стороны говорят, что плохой. Поэтому я просто отключил чат, потому что как бы не в состоянии был принять решение. Я же не мог прекратить вещание, согласитесь. Вячеслав, помогите выручить девушку. Я писал вам и вашему соратнику. Нет ответа. Если вдруг кто-то что-то не ответил, напишите еще раз. Я понял, о чем речь. Я вам передам, Вячеслав. Передашь, да. Все хорошо. Я ваше сообщение принял и обсудим его сегодня. Слава, ништяк. Читаешь классику суперталантчиво. А для того, чтобы читать классику, не надо быть талантом. Нужно просто читать классику. Что значит? Кто-то удивляется, что я читал классику. Я вообще много чего читал. Поэтому я думаю, что это не единственная книга, я вам скажу, которую я прочитал в жизни. Пора заканчивать, пишут. Да. Какие еще вопросы? Когда увеличите зарплату в 20 раз? Я не знаю, почему в 20 раз. Мы считаем, что зарплата бюджетников должна быть не ниже европейских. И они, в общем-то, это заслуживают раз. И, во-вторых, у нас есть средства. И это способ вернуть деньги в оборот. Оживить экономику. Поднять зарплату бюджетникам. Поднять пенсии. Поднять пособия. И все. Поэтому, в общем-то, когда власть будет в наших руках, зарплата будет на уровне польской. Это уже гарантированно, я думаю. Больше литературных вечеров с дядей Славой. Да нет, что-то сегодня я как-то не в ударе был. Я прямо скажу как-то про мастера Маргарита. Как-то не в ударе. Не было что-то внутреннее такое. Иногда прямо ух. Спасибо, что вы нас смотрите. Я вот как-то наоборот так подвис. Что подвис? Ну, в смысле, в какие-то такие дебри, размышления ушел. Ну, может быть, иногда и надо размышлять. Может быть. Спасибо, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи. Осталось 353 дня и полтора часа. Пишите нам обязательно. Рассказывайте, что у вас происходит. Куда тебе пишут, Сережа, и новости тебе. Мне? Да. Куда присылают те, которые в регионах случаются вещи. Почта называется следующим образом. Art.Zrение.sobaka.gmail.com Очень просто, без всяких пробелов, точек, тире и так далее. Либо же ВКонтакте. Ну, проще всего на электронную почту. Те люди, которые могут работать с волонтерами, пишите. Мы сейчас вот создаем папку. Мы к концу недели с вами со всеми свяжемся. Кто может работать с волонтерами через интернет. Те люди, которые помогали на выборах и так далее. Потому что сейчас нам необходимо будет сгруппироваться и пройти через подготовку к референдуму. Это очень важная цель. Я думаю, что мы сможем сплотить большую часть народа. Ну, по крайней мере, думающего народа. И у нас, я думаю, что все получится. Значит, помогайте каналу обязательно. Там есть описание внизу, куда перечислять средства. Потому что сейчас расходы возросли у нас, кратно возросли. Поэтому ваша помощь финансовая тоже нужна. Что? Нам вот только что, несколько секунд назад, вот вы озвучили, не знаю, связанное это или нет, озвучили мою почту. И люди мне прислали сообщение с предложением для референдума. Отменить ЕГЭ. Да, браво. Очень хорошие, я думаю. Как раз это к вопросу о подключении молодежи. Ну, ладно, это такой более серьезный разговор. Об этом, я думаю, мы еще поговорим. Спасибо большое за предложение. Вот, казалось бы, на поверхности. Запишите. Шестое получается. Ну, потом мы выберем. Ну, мы сейчас десяток, а потом из них надо будет выбрать. Может быть, все и десять сделаем. Ну, и таких вот у нас уже убойных шесть получилось. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok